Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Правое поле» – совместный проект Национального телевидения и прокуратуры Чувашской Республики. И я, ее ведущий, Альберт Петров. Сегодня мы обсуждаем тему по вопросам возмещения вреда причиненного преступления. Любой потерпевший, которому причинен вред от преступления, заинтересован в том, чтобы этот вред был возмещен. Порой для него это даже важнее, чем справедливое наказание для преступников. О том, как добиться возмещения ущерба от преступления, мы поговорим с прокурором отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Чувашской Республики Дмитрием Максимовым. Здравствуйте, Дмитрий Олегович! Здравствуйте! Дмитрий Олегович, согласитесь, что в основном следователи сейчас ориентированы на то, чтобы раскрыть преступление, на то, чтобы все-таки собрать доказательства, изобличающие преступников. И здесь возникает вопрос, должны ли следователи, которые все-таки дела расследуют, насколько я знаю, что вы осуществляете надзор за следствием, изучаете уголовные дела, заниматься еще вопросами принятия мер к возмещению ущерба, причиненному преступлением потерпевшим? Да, но, к сожалению, ранее следователям данного вопроса не уделялось достаточно внимания. В основном их работа исключалась в том, чтобы расследовать преступления, собирать доказательства и направлять уголовные дела в суд. И таким образом потерпевшие вынуждены были сами уже обращаться в суд с исками о возмещении ущерба после вынесения приговора. В то же время также необходимо отметить, что преступники, которым причинили ущерб или похитили имущество, не заинтересованы в том, чтобы возвращать данное имущество. И поэтому они всякими способами пытались его сокрыть, либо переписать на других лиц. И поэтому, когда уже судебные приставы пытались найти имущество, то его уже, соответственно, и не было. И поэтому важно вовремя принимать меры, направленные именно на поиск имущества и возмещение его уже в ходе следствия. А что должен для этого сделать следователь? В Головном процессуальном кодексе четко написано, что в любом случае, когда преступлением причинен имущественный ущерб, то следователь и дознаватель обязаны применять меры к установлению данного имущества, либо о установлении лиц, которые в соответствии с законодательством несут ответственность за вред, причиненный подозреваемым в обменяемом, с тем, чтобы в последующем обеспечить возмещение причиненного ущерба и наложение ареста на данное имущество. Я так понимаю, что речь идет только об имуществе ущербе, либо о моральном тоже? В рамках уголовного дела могут приниматься меры как возмещения имущественного ущерба, так и морального. Это связано, например, с тем, что были причинены какие-то нравственные страдания преступлениями, либо смерть близкого родственника, и поэтому лицо может обращаться как с иском в рамках уголовного дела, как по возмещению имущественного ущерба, так и морального. Какие меры должны принимать либо дознаватель, либо следователь, как раз-таки направленные на установление имущества, принадлежащего подозреваемым и обвиняемым? Органы предварительного расследования должны прилагать усилия к розыску имущества. Это как путем направления соответствующих запросов в дистрирующие органы, запрашивать сведения из банков и так далее. А также это может быть именно реализовано при осмотре места происшествия, путем проведения обысков и так далее. При выявлении такого имущества следователь должен принять меры к наложению на него ареста. В этих целях он согласен руководитель следственного органа, а дознаватель согласия прокурора выходит в суд с ходатайством о наложении ареста на имущество подозреваемого и обвиняемого. И наложение ареста состоит в таких действиях, как запрет, адресованный собственникам, либо владельцу имущества распоряжаться, а в необходимых случаях пользоваться им, а также в изъятии этого имущества и передача его на хранение. На практике вообще следователи пользуются такими поломочиями, обращаются в суды с ходатайствами подобными? Вот насколько вы знаете это? Ну, такие ходатайства есть, следователи обращаются, практика с каждым годом у нас активизируется, и таких ходатайств все больше и больше. А сам потерпевший по уголовным делам должен ли принимать какие-либо меры, должен ли какие-либо заявления писать и так далее? В соответствии с требованиями уголовного процессуального законодательства, при наличии оснований полагать, что лицу причинен имущественный ущерб преступлением, а последний вправе предъявить гражданский иск. Данный иск, он может быть предъявлен после уже возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия, при рассмотрении дела в суде первой инстанции. Таким образом, потерпевшему необходимо представить гражданский иск следователю при расследовании уголовного дела до направления его в суд, либо уже непосредственно в сам суд, который будет рассматривать данное уголовное дело в последующем, но до окончания судебного рассмотрения данного дела. Решение о прижинании гражданским исцом оформляется определением суда, а также либо постановлением судей, либо следователем-дознавателя. При определении гражданского иска гражданский истец освобождается от уплаты государственной пошлины, что также немаловажно. То есть важно, чтобы потерпевший как можно раньше написал иск и отдал его следователю? Да, несомненно. А если, скажем, например, человеку длительное время не платили зарплату в одной организации, потом эта организация была ликвидирована, все имущество было, соответственно, распруднено, либо в отношении данной организации была введена процедура банкротства, и там очень много кредиторов, соответственно, неизвестно, когда он вообще получит зарплату. В то же время в отношении руководителя организации за невыкута зарплаты возбуждено уголовное дело. Можно ли взыскать уже свой долг, задолженность по зарплате непосредственно с руководителя организации, в отношении которого дело возбуждено, и, соответственно, может ли он нести ответственность своим личным уже имуществом? Да, несомненно. Но в этом случае совместно с уголовным делом должен быть предъявлен непосредственно потерпевшим гражданский иск. И в этом случае уже сам руководитель непосредственно будет нести ответственность за долги по зарплате перед своими работниками. Но при этом необходимо учитывать, что для этого нужно, чтобы имели достаточные основания для возбуждения уголовного дела по зарплате. Это наличие задолженности свыше двух месяцев, либо наличие частичной задолженности свыше трех месяцев. А также наличие у него личной, но заинтересованности в том, чтобы не уплачивать данную зарплату работникам. Согласитесь, что не всегда уголовные дела возбуждаются сразу. В то же время ущерб может быть причиняться еще раньше возбуждения уголовного дела. Это касается, например, финансовых пирамид, когда, скажем так, проходит чуть ли не год с момента, когда уже причиняется ущерб потерпевшим, когда их уже начинают обманывать, не выплачивать им проценты, соответственно, не возвращать им, как бы сказать, их вложенные денежные средства. И в то же время возможности, я так понимаю, упускаются, время проходит. И больше шансов появляется, скажем так, у мошенников свое имущество скрыть. Стоит ли гражданину ждать моменты, когда все-таки дело уголовное возбудят? И не нужно ли ему предпринимать действия какие-то либо раньше, до возбуждения уголовного дела? Нет, не стоит. И в случае, если уголовное дело даже не возбуждено, то гражданин может все равно обратиться в суд за защиту от своих нарушенных прав. Для этого ему необходимо предъявить исковое заявление непосредственно в суд. И здесь также необходимо обратить внимание на следующее обстоятельство. Если есть основания, что ответчик в последующем будет препятствовать взысканию данного имущества, либо пытается скрыть данное имущество, то лучше не ждать. И сразу, как только суд принимает решение о принятии искового заявления к своему производству, также наряду с исковым заявлением обратиться к заявлению о наложении ареста на имущественного должника. Заявление о наложении, об обеспечении иска рассматривается судью непосредственно в день подачи данного заявления. И о принятии мер по обеспечению иска судья или суд выносит определение. И в данном случае уже непосредственно судебные приступы будут заниматься наложением ареста уже на имущество должника. Возмещение вреда причиненного потерпевшего ведь обеспечивается не только за счет личного имущества обвиняемого. Следователь, обязан ли принять меры к установлению похищенного самого имущества, которое было похищено, если оно есть? Да, конечно. В этом случае деньги, ценности и иное имущество, которые были добыты преступным путем в результате совершения преступления, а также доходы от этого имущества подлежат возвращению законному владельцу после вступления приговора в законную силу. А если же данные имущества и иные ценности были обнаружены в ходе следственных действий, то они также подлежат аресту. Мы уже говорили о том, что ущерб гражданинам может быть причинен, даже в случаях с финансовыми пирамидами, как физическим лицом, так и организацией. То есть, если, например, рассматривать, опять же, ситуацию с невыплатой заработной платой, с решением сделки финансовой пирамиды, то при отсутствии уголовного дела иск можно привлечь только к самой организации. То есть, к юридическому лицу. А если будут предъявлены два гражданских иска? Например, один гражданский иск, как вы сказали, еще до возбуждения уголовного дела, а другой гражданский иск будет направлен уже непосредственно с совместностью уголовного дела, но уже к конкретному физическому лицу. То есть, к лицу, который совершил преступление. Вообще, стоит ли предъявлять два иска в этом случае? Есть ли в этом резон? В принципе, почему бы нет? Нет. Если гражданину уже предъявлен иск отдельно от уголовного дела, то это также не препятствует ему обратиться совместно с уголовным делом с иском непосредственно к лицам, совершившим преступление. Мы уже приводили пример по заработной плате. Допустим, что человек обратился в суд к предприятию, однако выяснилось, что никакого имущества данного предприятия не имеется. Тогда он обращается уже в следственные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела. И когда уже дело возбуждено, то здесь можно уже взыскать сумму причиненного ущерба непосредственно с физического лица. Но то же самое как раз касается ситуации с финансовыми пирамидами. Поэтому нужно использовать все способы защиты своих нарушенных прав. При этом необходимо только иметь в виду, что вопрос об удовлетворении гражданского иска судья будет решать одновременно с вынесением приговора. Поэтому судья может этот вопрос вынести также и отдельно в рамках уже рассмотрения в гражданском судопроизводстве. Но если в суде будет два иска, то гражданское дело могут даже и пристановить до того, как будет вынесен приговор по уголовному делу. И тогда уже необходимо также учесть еще следующее, что дважды вред с юридического и физического лица не может быть взыскан. Поэтому потом, в последующем, нужно будет определиться, все-таки от какого иска придется отказаться. И наконец последний вопрос. Если, допустим, следователь бездействует, не принимает мер к обеспечению возмещения вреда причиненного преступлением потерпевшему, то есть не накладывает в арест, не устанавливает имущество какое-либо у обвиняемого, можно ли обратиться с жалобой в прокуратуру? Да, конечно. Для этого мы как раз осуществляем надзор за органами предварительного расследования. Жалобы на бездействие должностных лиц рассматриваются у нас в трехсуточный срок. При необходимости данный срок может быть продлен до 10. Спасибо, Дмитрий Олегович, за разъяснение столь нужных вопросов. А еще раз напоминаю, что с нами был прокурор отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Чувашской республики Дмитрий Максимов. Как видим, найти виновного в совершении преступлений и добиться справедливого наказания всего лишь полдела. Важно возместить понесенные от преступников ущерб, что на деле не всегда просто. И здесь нужна активность и от самого потерпевшего. Надеемся, что наша передача в какой-то степени помогла дать необходимые знания для этого. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова